Ребята, всем привет! Ещё вчера хотела ролик записать, но чё-то к вечеру у меня уже не было сил, чтобы что-то говорить. Значит, я вчера ходила в магазин, купила вот такую подарочную бумагу для того, чтобы делать адвент-календарь Милене на Рождество. Значит, я делала из спичечных коробков. Наверное, три года назад у нас был этот календарь, и я каждый год Милене туда складывала всякие там эти сладости. Ну что, спичечный коробок маленький, она утром открывает, а у неё полные там глаза радости и счастья. Я, значит, вчера делала вот такие пакетики. Пока у меня их тут где-то штук 11, наверное. Сейчас я покажу. Вот такие пакетики. Ну, как обычные подарочные пакетики тут вот. Посмотрела, как их надо делать, и всё склеила. В общем, и таких будет 24. Я так вечером села вчера, включила фильм и сидела-делала. Потом сюда будут складываться какие-то эти сладости наши любимые. Пакетик будет запечатываться, наверное, на прищепочку, и буду как-то вешать. Посмотрим. Ещё я это не придумала. Пока у меня задача стоит сделать 24 таких пакетика. Значит, мы вчера с Миленой ходили в магазин. Ну, вообще мы ходили по магазинам. Сейчас очень много всяких новогодних штук продаётся. Я вам тоже потом покажу видео, что я наснимала. И мы, значит, зашли купить этот кебаб в магазинчик, в этот, ну, всякой этой еды домашней. И, значит, женщина, которая там, ну, она хозяйка магазина. Я у неё попросила отложить мне этот кебаб, потому что у неё только наличными можно платить, а у меня с собой только карты. Я говорю, я сейчас домой схожу за наличными и приду. Она мне отложила. И потом, значит, я, ну, когда уже это, она меня спрашивает, а Паня пойдёт ещё в бедронку? Я говорю, нет, уже была я там. Она говорит, а то я хотела этого греческого йогурта попросить купить. Ну, и, значит, я пошла домой за деньгами, взяла с собой Милену. Мы пошли, хотели этого Файняка второго взять. Ну, а получилось так, что у Файняки были те, которые Милене не нравятся. Она хотела собачку, а там были эти только тучки и кто-то зелёненький, там, не знаю, гусеницы или кто-то. И, значит, я ей говорю, давайте я это, я всё равно в бедронку сейчас пойду, я вам возьму этот греческий йогурт. Короче, она нам дала колбасы. Я говорю, ну, что вы, Паня, это самое там и так далее, и так далее. Она говорит, ой, вы такие милые, если что, и вот вам это, киобаски вам. Короче, она нам дала колбасы. Сейчас покажу, какой. Ну, у них там, поскольку всякие домашние вот эти вот, домашняя еда, пахнет вообще шикарно. Мы приходим домой, Руслан, этот... О, а колбасу говорит, зачем купили? Мы-то не купили, нам дали. Ещё я хотела рассказать. Вот надо всегда по нырячим следам рассказывать, чтобы было... А то я уже забыла. Ладно, вспомню, позже расскажу. Ага, а сейчас? Одиннадцать пятьдесят семь. Ага, значит, у нас есть час. Можем поехать тогда за тканью пока съездить. Мы вчера ездили с Русланом в магазин, где продаются, ну, там, всякий текстиль, в общем. И спрашивали, что есть ли какие-то небольшие такие кусочки, что нам надо для дочки, потому что ей подарили маленькую швейную машинку. Ей нужно для игрушек шить всякие разные эти штучки. Они сказали, приходите завтра или послезавтра, мы там соберём, что у нас есть. Поэтому вот это то, что я хотела рассказать, я забыла. Но, видишь, я не знаю, сегодня будут готовы или нет, или завтра. Поэтому, в общем, со всех сторон нам помогают. И спасибо большое всем. Ладно, так. Рюкзак-то я приготовила, что? Хочу его просто положить в этот шкаф, пока убрать, чтобы он тут не болтался у неё по комнате. Я прям, знаете, смотрю и налюбоваться не могу, какой красивый. Теперь он красивее, чтобы, да? Он даже красивее, чем был в оригинале. Представляете, вообще? Оля. Как смотрю на рюкзак, так сразу тебя вспоминаю. Как смотрю на машинку, тебя вспоминаю. Ладно. Видите шарики? Они валялись везде. Я говорю, Милен, придумай, как их приделать. Она их приделала сюда. И так, входишь в комнату, и такие рожицы висят. Всякие разные. Мы пришли в магазин за ткань. Вон, смотрите, дали сколько нам. Мы уже дома покажем, тут целая куча всяких интересных. Да, Милен? Нет, там еще несколько, но они очень большие. Плюшевые там еще есть. Как ты хотела. Слушай, такой же. Ничего, такой же, такой же самый, только он не другого цвета. Такой же самый мягкий. Вот, видите, какая ткань? Как велюр, что ли. Еще вот такая уже ткань пока. Это сирень такая, что ли. Сирень, ага. Нуженый очень много. Вон тебе для штор. Да. Вот такая есть какая-то блестящая, но она не такая. Ну, вот еще такой вот кусок целый. Ого. Смотрите, какой. А тут плюш, покажи. И тут плюш. Еще плюшевый есть, вот, смотрите. Для кроваток эти сшить. Видишь, одна сторона уже прострочена, как бы, есть. А другие осталось. И эта тоже есть. Тебе осталось вот эту сторону застрочить. И будет у тебя уже такое настоящее одеяло. Ладно. Она еще сказала, что... Еще поедем до Кравцовой. До Кравцовой поедет еще и там еще заберет тоже остатки. Так что вот. Мой твичи нам сошьешь. Да, да, да. Так что вот такой урожай у нас. Так сказать. Конечно, нам понравилась вот эта елка. Ну и та, которая подальше. Вот эта неплохая тоже. Ее даже наряжать не надо. Она красивая. Она стоит 350 одея желток. Вот эта очень красивая. Огромные шары на большие елки. Елки классные продаются. Вот эта вот нам понравилась елка. Всякие уже эти. Это мы в Калфунде. Смотрите, как красиво витрины уставлены вообще. Разными-разными. В разных цветовых гаммах. Там черный. Тут черный. Смотрите, тут вот эти все штучки, чтобы делать композицию. Как раз у меня эту осеннюю композицию мне нужно разобрать. А потом сделать туда новогоднюю. Смотрите, сколько много всего. Чтобы ее сделать полсентия вот эта мне очень нравится. Красная. Вообще, очень много привезли всего новогоднего. Очень все красиво, конечно. Елки. Нам еще елку надо выбрать. О, мне вот этот веночек очень понравился. Необычный. Знаешь, где я его взяла? Где? В нашей бедронке. Да, было? Ну? Последний? Нет, их завезли вот этих собачат, видимо. А мы сшили. Сшили подушечку. Ой, что ты туда положила? Гречку. Камушки вот эти. А, камушки голубые. Вот смотрите, ребята. Пока я ездила, Милена с папой сшили подушечку. Еще одна. Ну подожди, я хоть разденусь. Всем привет от Катажины. Еще вот такую подушечку, но только мы не наполнили. Еще я ее видела. Ну, сейчас расскажу. Класс. Я, значит, съездила в этот, как он называется, в цукерню. Купила всякие там сладости. Ну, сладости булку купила к чаю, в общем, эту халку. Рассказываю сразу всем, чтобы мне потом не повторяться. И, значит, захожу в Канар. Сыра взяла плавленого. И еду на велосипеде и думаю, вот бы моя Катажина это приехала. И представляешь, в чем? И Катажина из-за поворота едет. А я велосипед стою и это. Она так сидит смотрит. О! А я, говорит, вообще, я, говорит, думаю о своем, даже тебя не видела. И думаю, ладно, сейчас пропущу это велосипедиста. Она говорит, я только потом поняла, что это ты. В общем, она приболевшая. А потом Алла что-то приболела, а Даша приболела. И, в общем, такое себе. Так что мы с Катажиной вот так встретились. Я говорю, представляешь, только подумала, хоть бы, вот бы Катажина моя. Я говорю, Даша, я тебя поймала. И мы минут 30-40 болтали. В общем, с Катажиной. И... Вшеским честь! Я говорю, как сказать, передай привет? Вшеским честь! Вшеским честь! Занимается своими делами. У Милены уроки идут. Руслан смотрит свое, поэтому я пришла к вам сюда записать. Представляете? Это, наверное, скоро будет мой рабочий кабинет. Возенка. Короче, в Бедренке был такой посетитель. Чувак был без маски. Он был со своей там девушкой, девочкой, не знаю. Он был без маски. И там, значит, паня ему сказала, которая стояла тоже в очереди, и говорит ему, лечего пан без масочки? Ну, то, значит, ну, типа отцов. Ну, она ему говорит, что пандемия. А он ей отвечает, что то пандемия у пани в гове. И, короче, и без конца вот эти все матершинные слова. Та-дам! 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 Без конца! Я думаю, так странно. Вот у них перепалка уже минут пять, и даже охранник не подошел. Вообще. То есть меня это так удивило. И все стояли, молчали. А он еще, знаете, у него что-то лицо все расцарапанное, как будто, знаете, лицом по асфальту прошелся. Ну, молодой парень, что, может, подрался. Может, там, выбил и подрался. Кто его знает. Но вид у него был такой, неинтеллигентного человека. Так что вот так вот я первый раз за год услышала вот такую перепалку в магазине. И это было не из-за очереди, что кто-то там вне очереди влез. А это было из-за масочки. Ладно, ребята, все. Всем пока. Увидимся с вами завтра.